Ребят, всем привет от рабочей молодежи. В сегодняшнем видео покажу, как сделать простой детский комплект мебели своими руками. Если эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Поехали! И раз уж это мебель, да еще и в дом, то без чертежа не обойтись. Совместно с супругой посидели, порисовали, пришли к общему мнению и самые важные размеры записали на листок. Для меня важные размеры это габариты и количество деталей, а так как мы будем делать и стол и стул, то и заготовки совершенно разные. В качестве исходного материала для каркасов буду использовать сосновые доски 40 на 100 и 25 на 100. Мебель детская, а значит небольшая, а значит и пиломатериала нужно совсем немного. Сначала, как и всегда, занимаюсь подготовкой. С небольшим запасом напиливаю отрезки, чтобы после уже ровно отторцевать на циркулярке. 40 доска предназначена для несущих стоек, а из 25 сделаю ламели для придания жесткости. За неимением никаких профильных станков калибровать детали буду при помощи стационарной циркулярки. Устанавливаю параллельный упор, выставляю необходимый вылет диска и прогоняю все заготовки. Далее делаю расстояние от диска до упора 40 мм и распускаю вдоль, после чего еще раз прогоняю все наши будущие стойки, но с другой стороны. Затем их откладываю и вплотную занимаемся ламелями. Технология ничем не отличается и делаем все то же самое. Немного прибрал рабочее место и подготовил станочек к торцеванию. Опираясь на необходимые нам размеры, при помощи штатного углового упора торцую заготовки с двух сторон. Естественно, делать это гораздо удобнее при помощи профильной пилы, но при небольших объемах и в качестве хобби такой вариант тоже сгодится. Вообще заметил интересный момент, обычный циркулярный станочек может заменить множество другого инструмента. Да, это не всегда удобно и иногда нужно повозиться, но вполне реально выполнить поставленную задачу. Поэтому для тех, кто хочет попробовать столярные отделы на вкус, стоит начать именно с этого инструмента. Возвращаемся к нашим деталям. Необходимые брусочки и ламельки изготовлены, а значит можно приступать к следующему этапу. Соединения будут выполнены на шип-паз, а для этого нужно их сделать. Выставляю валидисков 3 мм, параллельный упор 15 мм и прогоняю все ламели с каждой стороны. Далее переставляю упор практически вплотную к диску с зазором буквально 1 мм и убираю все лишнее с торцов. Затем при помощи стамески скалываю углы. После изготовления стульев у меня остались шаблоны для такого вида крепления. Их я решил использовать для обозначения мест выборки. В фрезере была установлена радиусная фреза и хоть это не совсем логично по технологии производства, решил ее не менять и пройтись закруглить все углы. Напомню, делаем мы детскую мебель, а значит ничего острого не должно быть. Далее меняю фрезу и устанавливаю пазовую на 12 мм. Настраиваю глубину выборки порядка 15 мм. Для фрезера делаю упоры в обозначенных местах, убираю ненужное. Опять-таки для тех, кто с постоянной периодичностью заглядывает на мой канал, нет ничего нового, так как все то же самое делал и со стульями. Пользуемся ими уже больше месяца, ничего не расшаталось, поэтому не стал придумывать велосипед и сделал так же. Ну а сейчас нашим заготовкам необходимо придать приятный внешний вид, как на глаз, так и на ощупь. А поможет нам в этом эксцентриковая шлифмашинка. Устанавливаю 60-й круг и тщательно со всех сторон прохожусь по каждой детали, не забывая обрабатывать углы. Первичную подготовку закончили, меняя круг на 150-й и повторяем операцию. Ну что, ребят, практически все детали для нашего небольшого комплекта детской мебели готовы. Осталось только сделать сидушку, столешницу и врезную часть в спинку стула, но этим я займусь чуть позже, а пока что соберу каркас столика и его склею, чтобы он этим временем подсыхал. Поехали! При помощи пылесоса убрал пыль с наших деталей. Раскладываю заготовки и приступаю к склеиванию. Капнул клей, далее кисточкой промазываю паз и шип, вставляю друг друга и стягиваю трубными струбцинами. Излишки клея убираю тряпкой, откладываем наше основание и занимаемся столешницей. А столешницу буду делать из мебельного щита. В этот раз решил не заморачиваться с изготовлением и приобрел готовый. Обошелся чуть более 1000 рублей. Размерами 600 на 1200 и толщиной 18 миллиметров. Сорт экстра, а значит без сучков, что для стола очень хорошо. Но есть и минус, как бы я не выбирал, а все были с небольшим изгибом. Чуть позже попробую от этого избавиться. Распустил щит на необходимые мне заготовки и занялся спинкой для стула. Ее хочу сделать с вырезом в форме сердца. Это будет одновременно являться и ручкой и декором. При помощи лобзика закругляю один край. Прикладываю бумажный шаблон, обвожу, просверливаю отверстие и также лобзиком вырезаю. Далее по уже знакомой нам схеме изготавливаю паз, но с одной оговоркой. Так как щит 18 миллиметров, то решил соединение сделать чуть тоньше, а именно 6 миллиметров. Для этого обозначил необходимое место для выборки. Заменил фрезу и убрал лишнее. Все края и контуру рисунка облагородил радиусной фрезой. Сделал финальную подготовку нашей вставки при помощи шлифмашинки. Вручную убрал подгоревшую древесину и приступаю к склейке. Тут также нет ничего нового. Промазываю все соединения клеем, стягиваю струбцинами и оставляю сохнуть. Тем временем продолжаю заниматься нашим столиком. Стамеска убираю излишки выступившего клея. Немного прохожусь абразивными губками и отмечаю места для просверливания отверстия. В диаметре оно необходимо 25 миллиметров и делаю я его при помощи сверла Форестнера. Для этой конструкции я заранее приобрел черенок небольших размеров. Вставляю получившиеся отверстия, обозначаю места спила и отрезаю лишнее. Далее тщательно обрабатываю его шлифмашинкой и готово. А нужно мне это для крепления рулона бумаги, благодаря которой ребенок будет делать первые шаги в рисовании. Сейчас вплотную занимаюсь столешницей. Чуть ранее мы ее отпилили в размер, нужно немного облагородить. Округляю углы с каждой стороны при помощи фрезера, после чего тщательно прохожу шлифмашинкой. С торцов на каждой стойке у каркаса провожу диагонали, чтобы найти середину. Затем просверливаю отверстия под 6 миллиметровые шканты. А так как столешница немного с изгибом, хочу это исправить и дополнительно установлю несколько шкантов на ламелях. При помощи центровых маркеров можно получить необходимые точки сверления. Я именно так и сделал. Приложил сверху столешницу, сделал одинаковый вылет с каждой стороны, далее разместил маркера и придавил. Можно не переживать и все у нас совпадет. Просверлил все необходимые отверстия, в каждое капнул клея и вставил шканты. Затем разместил столешницу на свое место. При помощи двух брусков из трубцин стянул, тем самым избавился от волны. Ну что, это уже следующий день и за ночь клей полностью высох. Можно приступать к дальнейшим работам. А осталось нам совсем ничего. Это сидушка для стула, сделать финальную подготовку и покрыть маслом. Не будем затягивать из-за дела. Снимаю все струбцины с наших изделий и первым делом занимаюсь стулом. В принципе, все операции точно такие же. С тамеской убираю клей, прохожу шлифмашинкой и абразивными губками. Примеряю подготовленную еще вчера сидушку. Отмечаю линию пила и при помощи лобсика убираю лишнее. Далее каждую сторону закругляю радиусной фрезой, после чего тщательно зашлифовываю. Соединять сидушку и основание буду также при помощи шкантов. Просверливаю отверстия, ставлю маркера, прикладываю, отмечаю, наношу клей, вставляю шканты и устанавливаю на место. Пока стул подсыхает, доведем стол до финального результата. Еще раз прошелся шлифмашинкой, при помощи пылесоса убрал пыль, подготовил площадку, выбрал цвет масла. К слову, нам нравится дуб. Открыл, размешал и за работу. Дадим маслу впитаться, а сами этим временем подготовим стул. Убираем излишки при помощи тряпочки и повторяем аналогичные операции со стулом. Продолжение следует... Ну что, ребят, вот такой вот комплект детской мебели получился в моем исполнении. Возможно, немного простоват, но уж точно сделан с любовью. Ну а если это видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх, ну и, конечно же, ваша подписка. И, как обычно, мы с вами не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok